У нас все вместе, души развести, души погодушим, уходим на дочери. На улице снег и мороз, а в актовом зале Одинцовской школы номер 17 уютно, тепло и весело. Настоящий праздник дружбы, юмора и творчества. КВН «Нас не отменишь», в котором команды старшеклассников образовательных учреждений округа представили свои программы. Тему мероприятия выбрали актуальную. В честь уходящего года культурного наследия мы выбрали такую необычную тему и назвали ее «Нас не отменишь». В тематику того, что русскую культуру отменить нельзя, все равно она будет, будет крепнуть, будет сохраняться и умножаться. В веселой образовательной игре приняли участие пять команд. Шантаж из лингвистической гимназии, мы за мы с Зареченской школой, исключение из правил образовательного центра «Флагман», перспектива Немчиновского лицея. У ребят из команды ДНК из четвертой гимназии была всего неделя на подготовку. На помощь пришли учителя, признается капитан Петр Темичев. Мы узнали о нем очень неожиданно, но при этом мы успели, ну, как мне кажется, очень хорошо подготовиться. Ребята работали очень оперативно, учителя всячески способствовали нашему, ну, нашим подготовкам и так далее, так далее, так далее. То есть у нас действительно многие участвовали также в разработке сценариев, то есть подсказывали детям что-либо. Также у нас очень много было предоставлено реквизитов. По примеру взрослых игроков клуба «Веселых и находчивых» ребята не только шутили и показывали юмористические скетчи на сцене, но и проводили интерактив с членами жюри. Так старшеклассники из команды «Шантаж» решили обыграть свое название. Ну, я на одной стороне нарисовала Россию, на другой пять поставила. А если мы плохо выступили, и они не захотят поднимать пятерку, ну, это уж на лицо внимать им Россию или нет. Шантаж! Творческие школьники разыгрывали юмористические сценки о дружбе, любви, отношениях с родителями и, конечно, не обошли стороной тему школы. На родительское собрание Максим привелся бы улицу, потому что матушка не та, что родила, а та, что воспитала. Приветствия, биатлон, озвучка. К названиям конкурсов организаторы также подошли с фантазией. По итогам отбора члены жюри выбрали три команды победителя, которые заняли первое, второе и третье места. Лучших наградили памятными кубками и подарками. Кем подготовили? Ну, насколько я думаю, важные, ценные призы для команды, для руководителей и для капитанов команд. Но участники школьного КВН собрались не за подарками, а для общения со сверстниками, веселого праздника, возможности показать свои таланты и увидеть плоды творчества единомышленников. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».